Свыше 500 населенных пунктов Орловской области сегодня утром остались без электричества. Это последствия так называемого ледяного дождя, накрывшего наш регион еще в воскресенье. Корка замерзшей воды, сковавшая деревья и провода достигает 1 сантиметра. Линии электроснабжения не выдерживают и обрываются. Все социально значимые объекты и источники теплоснабжения подключены к резервным передвижным источникам электроэнергии. Ситуация в этом отношении немного выровнена. С обсуждения этой ситуации начали совещание с главами муниципальных образований. Встреча, к удивлению, прошла без самих глав. Они подключились по видеосвязи. Руководители остались в районах, чтобы координировать работу по устранению последствий ледяного дождя. Ликвидации последствий нарушения электроснабжения привлечено 42 бригады Россетей, 144 человека, 51 единица техники. Дополнительно привлечены силы и средства соседних регионов. Непогода отразилась на работе транспорта. Уже два дня по городу не колесит троллейбус. Движение также нарушило налет на контактные сети. Сейчас устраняют и эту проблему. По одному маршруту в городе Адли, который не дублируется иными видами транспорта, это шестой маршрут запущенных движений низкопольных автобусов большого класса Алиаса. В области ежедневно работают свыше 400 единиц техники. За трое суток израсходовали около 20 тысяч тонн противогололедных смесей. А это примерно 10% от всего объема заготовленных материалов. Но нет никаких рисков, что реагентов не хватит, заявили в профильном департаменте. Ситуация на особом контроле главы региона. Контроль через поселение в каждой семье. Что где кому нужно, какая потребность есть, для того, чтобы никто не остался один на один с этой проблематикой.